Солочинский мост уже стал притчей во языцах. Ежедневно, утром и вечером здесь скапливаются километровые пробки. Сейчас из четырех полос на мосту работают только две. Именно это и является одной из главных причин такого скопления машин. По словам подрядной организации, работы продлятся до ноября. Водители, которые стоят в этой пробке каждый день, видят здесь разные решения проблемы. От пробки не убежите никак. То есть поток машин, он как был, он с каждым годом только увеличивается. Пропускная способность ограничена. Если только еще один мост построить, тогда может быть что-то изменится. Я знаю, какие тут меры. Власть должна думать, заниматься всем этим. А власть не хочет ничего делать. Ночью, ночью работать вряд ли. Не успеют они тогда кости не сделать. На мой взгляд, тяжело с этой пробкой. Ну, к сожалению, объездного пути нет, поэтому я думаю, что ничего пока. Терпеть. Вариантов нет. Если только какой-то понтонный мост сделать, то, что писали, это самое. Ну, вряд ли кто на это пойдет. Что удивительно, такой понтонный мост действительно существовал. В 1970-х годах он стоял на регулярной основе. Вскоре его убрали за ненадобностью. Появился он только спустя несколько десятков лет. В начале 21 века, когда на новом Солочинском мосту автодорожном, который сейчас ремонтируется, началась перекладка асфальта масштабная, то в это время, вдруг, внезапно, на время, на месяц или на два, старый понтонный разводной мост вернулся сюда, на Аку. Напротив Орехового озера он опять занял то же самое место. По нему проезжали легковые автомобили для того, чтобы разгрузить главный мост, на котором в это время переукладывался асфальт. В настоящий момент о понтонном мосту никто не задумывается. На его месте неофициальный пляж. Здесь купаются люди. Однако места для его крепления остались. Правда, проблема Солочинского моста для Рязани не единственная. В скором времени станут платными несколько участков северного обхода. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. В настоящий момент ведутся проектные работы. Сейчас заказывают транспортную модель северного обхода второго и третьего этапа. Работа, по словам чиновника, предстоит очень большая. Практика делать некоторые участки обходов платными действует уже во многих регионах. Вот только неизвестно, будут ли транспортные коллапсы при строительстве. А где точно появятся пробки, так это на Московском шоссе. Ремонтные работы стартуют уже в текущем 2018 году. В соответствии с проектом, на выполнение работ потребуется порядка двух лет. На ремонт уйдет 175 миллионов рублей. По словам местных жителей, эта улица нуждается в ремонте. Однако представить грядущие транспортные проблемы очень сложно. В начале 2000-х, в связи с крупным ремонтом моста через Аку, горожанам была представлена альтернатива в виде понтонного моста. Сейчас водители сидят в своих автомобилях, которые внутри из-за жары напоминают настоящую баню. И это ситуация, которая сложилась только из-за ремонта одной важной артерии для города. Может быть, сейчас тоже стоит подумать об альтернативных путях объезда. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.